За прошедшие две недели в Сочи проверили 78 объектов. В 35 из них были выявлены нарушения. Теперь эти кафе, столовые и рестораны ждут повторные проверки. Обязательно потом практически все предприятия, где были обнаружены нарушения, будут проведены в отношении вас. Контрольные мероприятия, кодекс об административном правонарушении. Есть там такая хитрая статья 28.1, часть 1 статья. Так вот, придут к вам с проверкой по тому, что, допустим, стояли пепельницы или, допустим, не было знака о запрете курения. А потом, в соответствии с статьей 28.1, найдут такие нарушения, которые приведут к тому, что может быть составлен протокол о временном запрете деятельности с передачей в суд, о приостановлении деятельности вашего предприятия на срок от нескольких дней до 90 суток. Проведенная проверка показала, что в большинстве предприятий общепита знаки о запрете курения установлены только в закрытых залах. А на верандах нередко на столах стоят пепельницы, буквально приглашая посетителей закурить и нарушить федеральный закон. После курортного сезона, летнего курортного сезона, мы получаем большое количество жалоб и обращений от граждан от того, что наши предприниматели, наши индивидуальные юридические лица, ну, не совсем, так говоря, откровенно соблюдают данные нормы права. А главный лейтмотив данного законодательства гласит, что ответственность по ограничению граждан по курению табака лежит на хозяйственных субъектах, на предпринимателях, на юридических лицах, на органах власти. Сотрудники Роспотребнадзора подчеркнули, что соблюдение антитабачного закона не несет для предпринимателей практически никаких затрат. Ну, а за его несоблюдение придется солидно заплатить.